...научных элементов, но меня, как всегда, Иван Адинчик попросил произнести зажигательную речь. Особо воздающихся новостей у меня нет. Единственное, что вот... Я надеюсь, что это может так сказать, что с сегодняшнего дня у нас реализуется такой проект, который должен нашу лабораторию сделать богатой и знаменитой. Женя будет нас снимать каждый день и вывешивать, я надеюсь, что в Инстаграм. Он говорит, правда, про карты, но мне не рекомендовали Инстаграм. Значит, там у нас будет такой проект, который будет называться «Затерянный мир. Наука изнутри». И все домохозяйки и прочие заинтересованные люди будут изо дня в день открывать эту страничку и смотреть, как живет наша лаборатория, как там ремонтируют все, что происходит. Это ужасно интересно, потому что то, что никто не знает, это «Затерянный мир», и всем хочется узнать. мне следующее в этом деле люди рассказали, как добывают, ну, помимо там всяческой известности и так далее, значит, это еще и способ привлечения всяких спонсорских денег. Скажем, у нас сломался криостат, и, значит, Ижерин на страничке Инстаграм пишут, что вот, если вы хотите помочь, посылайте нас. Нет, метро у вас не такой охват, сколько людей у вас выйдет в метро, а в этом Инстаграме это же многомиллионная аудитория. Это совершенно мощнейшее оружие. Так что не смущайтесь, если вас будут фотографировать, и если вас потом начнут узнавать на улице. Предлагайте, я буду их выдавать. Все это нас ждет. Так что прошу всех отнестись с пониманием и поддерживать Женю в осуществлении этого благородного права. Отдеваться беднее или побогаче? Ничего, вы должны, все должно быть естественно, понимаете? Весь секрет успеха в том, что это не постановочное мероприятие, не придумано. Вот так есть на самом деле. Лайф-шоу. Ну, что, золотые цепи снять. Нет, нет. А, добрый день. Добрый день. Давайте поднимем. Сейчас. Я хотел. Ну, вот, а так, я не знаю, Владимир Владимирович, вы мне что-то еще толку сказать? Или мы сейчас проводим церемонию? Или потом? Потом. В конце. Пункт номер один. Хорошо, давайте там перейдем сразу к пункту номер два, а то пока все не замерзли окончательно. А это вот, уважаемые, не знаю, гости или хозяева, в общем, коллега. Сотрудник лаборатории. Сотрудник. Все, хорошо. Миша, главное, нам кто-то расскажет про двумерные кристаллы. Да. Я расскажу сейчас, наверное, экран загорится. Поэтому, видимо, я выступлю как это, в шанре, не знаю, монолога или диалога, как получится. Но сначала, пока слайд. Пока слайд. Пока слайд. Пока слайд. Значит, Иван Владимирович, ну я не знаю, у меня все равно. 13 секунд еще. Ага. Извините. Да. После этого не ясно. Сейчас посмотрим. Я прошу прощения. Первый слайд не очень приятный. Надеюсь, что дальше будет более понятно. Спасибо большое, Алексей Витальевич. Спасибо большое, Иван Владимирович, за представление. Я расскажу работу, точнее, две работы, которые были сделаны в соавторстве частично с коллегами-экспериментаторами из университета Регенсбурга, с группой Алексея Черникова. Эти работы посвящены транспортным явлениям в монослоях дихалькогенитов-переходных металлов и посвящены транспорту не электронов, а транспорту экситонов. Вот речь пойдет о явлении диффузии экситонов и о всяких смежных эффектах. План доклада представлен здесь. Если когда-нибудь начнем замерзать, я смогу раньше закончить. Вы просто говорите. Будет короткое введение. Я напомню о тех системах, в которых идет речь. Дальше я покажу некоторый набор экспериментальных данных и сформулирую вопросы к теории. И, соответственно, я попробую частично дать на них ответы. Ну а потом я расскажу в качестве, если останется время, в качестве такой виньетки, то, что может быть еще. Это такой теоретический кусочек, который, наоборот, еще экспериментально пока не проверен. Но я надеюсь, что это все-таки... На полочке есть указка. На полочке есть указка, да. Я понял, это хорошо. Значит, мне кажется, в этой аудитории уже всем известно. Да и я несколько раз рассказывал про вот такие системы типа молибден-С2. И они изучаются у вас в лаборатории. Значит, это атомарно-тонкие кристаллы. Три атомных слоя. Вот, скажем, переходной металл черные кружочки посередине, а оранжевые сверху и снизу это алькогены. Я не буду говорить сейчас про детали энергетического спектра, спинно-орбитального взаимодействия и симметрии. Это все мне не очень важно. Что мне важно, это то, что в спектре есть две долины. К плюс и К минус. Эти две точки связаны инверсией времени. Каждая из долин может возбуждаться светом соответствующей циркулярной поляризации. К плюс светом сигма плюс поляризации. К минус светом сигма минус поляризации. И в этих долинах реализуется прямой разрешенный оптический переход. Ну а, соответственно, фотовозбужденные электроны дырка связываются в экситон. И экситонные эффекты в этих системах жутко сильные. Значит, вот на всякий случай, чтобы не быть голословным. Вот, значит, это зона брюлена, дексагональная. И нас интересует физика вблизи точки либо К плюс, либо точки К минус. Вот эта точка К. Это ДФТ-расчет для одной из систем. Это ДФТ-расчет, мне кажется, для Малибден С2. Значит, вот максимум валентной зоны, вот минимум зоны проводимости. Ширина запрещенной зоны порядка двух электронов вольт. И очень далеко есть еще одна долина. Она называется Лямбда-долина или Кудолина. И в принципе это окажется, что важно. Значит, ну и есть, кроме того, заметное спиновое расщепление в зоне проводимости. Оно, впрочем, сравнимо с комнатной температурой. Ну а в валентной зоне оно большое, поэтому нижнюю спиновую ветку в валентной зоне мы вообще изучать не будем. Значит, есть такая вот зонная структура, значит, и есть сильные экситонные эффекты. Энергия связи экситона в этих материалах, в зависимости от того, что вы с ними делаете, мы про это чуть-чуть поговорим подробнее, может достигать сотен миллиэлектрон вольт. Если вы просто берете монослой, скажем, грубые оценки дают энергию связи 500 миллиэлектрон вольт. Если в этот монослой закрываете сверху и снизу нитридом бора, ну вы можете энергию связи экситона раза в два уменьшить. Просто за счет того, что происходит электрическая экранировка, и на школу у нас их взаимодействие ослабевает. Теперь я буду говорить об экспериментах, сначала об экспериментах, а потом уже о теории, про диффузию или про транспорт экситона. И вот этот эксперимент, как он понимается теоретиком, он показан здесь. Значит, эксперимент такой. Рождаются экситоны, они распространяются в этом монослой и детектируются просто за счет излучения. А не диффузионы? Да, сейчас я покажу, я сейчас докажу, что это не диффузия. Значит, как я понимаю, эксперимент делается с помощью микроскопии с пространственным разрешением. Значит, разрешающая способность, там, немножко меньше микрона, то есть это, значит, ограничение длина волны или полдлинной волны, длина анализированная на пи. Я про это сейчас детали вдаваться не буду. Ну и, значит, это эксперимент с временным разрешением и с пространственным. И вот типично то, что вы видите, значит, вы возбудили в момент времени равного нулю, ну и, значит, вот это вот, одна ось, это пространственная координата, вторая ось, это время. Вот от нуля сюда пошло время. Время наносекунды. Образец Вольфрам С2. Значит, это поведение типично почти для всех типикогенидов, но вот наши коллеги обычно изучают систему на основе Вольфрама, но это не принципиально. В принципе, если так от него смотреть, то картина не очень внятная, но видно, что в основном просто интенсивность падает за счет того, что эти стоны так или иначе рекомендовывают. Но если нормировать на максимум, то тогда видно, что это распределение уширяется. Вот видно, что эта дорожка становится шире. Не более, что такое нормирование. Ну, при любой момент времени, вот можно взять, найти максимум, и, значит, привести этот максимум к единице. А, то есть вот это... Просто, чтобы скомпенсировать спады интенсивности. Поделить на временную экспоненту. Да, поделить на временную экспоненту, которая может отличаться от экспонента, и я покажу вам. Но вот если это исключить, просто если исключить распад эксетонов за счет конечного времени жизни, то довольно хорошо, уже невооруженным глазом, видно, что вот это пятно, которое возбуждается, оно расползается со временем. То есть можно было бы нарисовать график, а тут это сделано... Ну, это просто сделано в такой видеоромер. Сейчас я покажу. Вот, пожалуйста, вот то, что у вас было синенькое сразу после возбуждения, там через 100 мегасекунд, вот красненькое то, что через полковину она сетона пошире. Вот вы можете взять и померить квадрат диаметра этого пятна. Ну, правильным образом нормировано. И вы видите, что этот квадрат диаметра пятна от времени растет линейным образом. Значит, это означает, что накрываемая эксетонами площадь, значит, система двумерная, накрываемая эксетонами площадь растет линейно по времени. А значит, смещение эксетона растет, как корень из времени. И это указание на процесс диффузии. Прямо формула Энштейн. Да, это просто формула для закона диффузии. Значит, ну и вы можете определить коэффициент диффузии. Вот здесь он какой-то. Я сейчас пока не хочу сильно обращать внимание на величину. Про то, насколько эта величина реалистичная, мы будем говорить потом. Это первый эксперимент. Это незакрытые образцы, в том смысле, что у них нет нитрида Бор. Ну, вот он там, скажем, 0,3 см2 в секунду. Если бы эксетон жил бы одну секунду... Казалось бы, если это не закрыто, то прямо на поверхности какие угодно дифферсы... Да, да. На самом деле, коэффициент диффузии маленький. Маленький, маленький. Сейчас будет больше. Значит, конечно, нужно понимать, что эксетонов много. Я вот показал зонную структуру, она не очень простая. Эксетоны могут быть внутри долинные, но спин запрещенные. Могут быть междолинные и так далее. И, конечно, при комнатной температуре эти все состояния как-то перемешаны. Но, кроме того, большинство эксетонов имеют волновые вектор АК больше, чем волновой вектор света. Поэтому они темные, в том смысле, что они живут вне светового конуса. Поэтому мы следим здесь за всем распределением эксетонов. А видим, конечно, те, которые когда-то попадают в световой конус и высвечиваются. Ну, это пока просто иллюстрация. И вот это длинное время... Это в среднем. Это в среднем за счет того, что все эксетоны в основном темные. Вне светового конуса. Мы обсудим потом коротко, если будет, опять же, время и интерес по поводу того, что происходит с этим временем. Теперь, значит, те экспериментальные факты, которые требуют теоретического анализа. Вы можете взять этот коэффициент диффузии, и вы можете начать строить его в зависимости от мощности возбуждения. Вот энергии, которая, значит, вы... плотность энергии на импульс. Или вы можете это пересчитать. Для этих образцов это можно сделать там с точностью до двойки. Просто концентрацию инжептиловых эксетонов. Коффициент поглощения более-менее известен. И очень хорошо видно, что если вы увеличиваете накачку, то у вас вот это вот уширение становится быстрее, и в цене снижение растет. Это еще не все. Если вы накачку возьмете еще посильнее, вот где-то здесь, в этих точках, то распределение вместо такого гаусса у вас приобретает в середине провал. Значит, появляется такое, мы это называем, колечко. Ну, это вдоль одной координат, а она более-менее изотропная. То есть вся его анизотропия, вот разница этого с этой стороны и с этой стороны, это просто артефакт эксперимента. Другой точке, как это. Что? Какой-то был эксетон, как будто бы выгорают. Это, кстати, не очень далеко от истинного объяснения. Да, это комнатная температура, понимаете, это комнатная температура. И второе, сразу, что можно сказать, это эксетоны, они взаимодействуют довольно слабо. Значит, почему? У них, если угодно, относительно маленький Боровский радиус, но на самом деле, если написать вот эту константу взаимодействия, которую мы знаем в обменном взаимодействии, энергия связи по квадрату Боровского радиуса, туда, помимо дилектрической проницаемости, которая, конечно, не безумно большая, входит эффективная масса эксетона, которая стоит в знаменателе. В общем, оценки показывают, что при всех тех вот плотностях, которые здесь есть, 10 в 11 в 3, значит, это все взаимодействие, просто взаимодействие обычных эксетонов, несущественное. Значит, вот, тем не менее, два экспериментальных факта, которые нужно объяснять. Это рост эффициента диффузии, это вот формирование этого уголова. А рост, казалось бы, вот, когда много рождает эксетонов, вы экранируете в эти дефектные поверхности? Оценки показывают, что это сильно не дотягивает. Я специально немножко какие-то детали опускаю под ковер. Я, значит, когда я это рассказывал неделю назад на нескоразмерном семинаре, тоже, значит, было много таких вопросов. Я хочу просто часто сказать, что мы просмотрели массу сценариев. Значит, то, что я сейчас буду показывать, значит, оно проходит по числам. И, значит, практически без подгоночных параметров. Поэтому мы в этом более-менее не уверены. Но всякие простые сценарии типа экранировки, отталкивания эксетонов друг от друга, значит, массу всего мы рассмотрели. Значит, теперь что будет, если взять образцы получше? Вот там я давал ссылку работы 2018 года. На самом деле уже тогда было известно, что если вы возьмете такой монослой и накроете его сверху и снизу нитритом бора, резко сужается линия в оптическом спектре. Ну вот для иллюстрации. Значит, при низкой температуре, 5 кельминов, вот у вас очень узкий пик эксетонного резонанса, шириной меньше, там, 2 мэв. При комнатной температуре, конечно, эксетонный резонанс уширяется, но вы все равно видите отражение. Вот просто вот этот вот коэффициент отражения. Он есть, но просто уширяется за счет того, что, конечно, эксетонный рассеян будет сенофоном. И это уширение более-менее умеют описывать теоретически. Ну а сдвиг связан просто с красным двигом. Какой там Риттберг? Значит, Риттберг большой, Риттберг, там, скажем, 200 мэв. Вот эта ширина 2 мэва, это уже почти что лимитирована радиационная ширина. То есть есть образцы, в которых точно мы знаем, просто есть анализы временных зависимостей и спектральной зависимости, что ширина линии сидит на радиационной времени. Значит, вот такие образцы более высокого качества, с точки зрения оптики, эксетонов, они, наверное, уже года 2-3 изучаются очень активно. С точки зрения транспорта, вот наши коллеги изучали примерно год. Вот мы недавно выложили архив на эту тему. Вот что происходит. Вот образец без нитридом бора, расширение пятна, вот образец с нитридом бора. То есть процент диффузии вырастает почти на порядок. Значит, 0,4 сантиметра в квадрате в секунду, 8 сантиметра в квадрате в секунду. Правда, одновременно с этим кажется удивительным, падает время жизни при комнатной температуре, падает время жизни от каких-то сотен пегасекунд до десятков пегасекунд. Ну, казалось бы, что эти образцы чище, и, значит, сам нитрид бора электронно очень плохо связан. А вот на той картиночке это при гелии? Нет. Все картинки, которые я вам показываю, все картинки диффузии, которые я вам буду показывать, кроме теоретических, в конце, это будет все при комнатной температуре. Вот при комнатной температуре 400 пегасекунд. Ну, это так нас не очень разгрожало, хотя если оценить то время, которое можно было бы ожидать просто от функции распределения экситонов, от температуры и панонов, эти времена бы улетели за десятки наносекунд. Ну, по крайней мере, наносекунду бы легко заработали. То есть, это время коротковато, но тогда нас оно не так раздражало. Если вы делаете образец лучше, время падает. И давайте я начну с этого. Я сейчас вот это, я предположу, некоторые сценарии. Сейчас, может быть, еще я покажу одну картинку, я чуть-чуть забыл. Да, ну давайте, хорошо. И чтобы описать все эксперименты, я закончу здесь. Что происходит сейчас с коэффициентом диффузии? То же самое в зависимости от концентрации экситонов или от инжектируемой мощности. Значит, вот синие точки это то, что было для неинкапсулированных образцов. Сначала ничего, потом вот этот заметный рост. Теперь происходит так. Сначала более-менее ничего, потом спад, и потом рост. Значит, появляется еще что-то. Я сразу скажу, что причина роста здесь и здесь одинаковая, мы думаем, что опять же мы ее хорошо понимаем. И это видно, это не то, что фикция, просто если, опять же, вы смотрите на квадрат ширины этого самого распределения, вот сначала побыстрее, потом чуть-чуть помедленнее он расширяется, а потом он снова начинает расширяться быстрее. Ну, а время жизни, вот на всякий случай, время спада фоторюминесценции, оно как-то зависит от концентрации, но так, не безумно сильно, вот при больших концентрациях начинает падать. И, значит, первая история, это время жизни коэффициент диффузии. На самом деле, если нарисовать картинку вот в таких осях, время жизни фоторюминесценции от коэффициента диффузии, то, в принципе, это одна корреляция. Вот здесь нарисованы поставленные точки на образцах, которые без покрытия, там время жизни более длинное, и коэффициента диффузии меньше. А, значит, в образцах, которые закрыты нитридом бора, ну, конечно, коэффициента диффузии больше, но, как я уже показал, и времена жизни короче. Конечно, нужно к каким-то корреляционным, вообще, всем вещам относиться спокойно, можно увидеть корреляции в чем угодно, на самом деле, все люди, которые ели огурцы, как известно, родились в 1812 году, а не умерли. Значит, что является причиной, что следствие не всегда понятно, значит, или, может, два эффекта имеют одну причину, или еще что-то. Но, тем не менее, так, если вот совсем подойти наивно, то даже кажется, что есть такая зависимость, что время жизни обратно пропорциональному коэффициенту диффузии. И мы думаем, что это может быть связано с тем, что, на самом деле, в этих образцах экситон, жизнь, лимитируется не радиационными процессами, а именно диффузии каким-то дефектом. Довольно большим, так что, значит, просто время жизни экситона, оно определяется более-менее временем диффузии до ловушки. Значит, тогда это есть просто скорость диффузии, это есть тогда коэффициент диффузии на квадрат характерного расстояния между ловушками. Может быть, в качестве ловушек выступают просто лужи с электронной плотностью. Известно, что эти образцы заряжены, в них есть некоторое количество электронов, и, в принципе, может такое оказаться, что эти электроны распределены неоднородно. В поверхности образца можно думать, что, значит, как вот есть лужи Гергеля-Суриса, во всяких разных моп-структурах, так и здесь, может быть, где-то концентрация электронов большая, где-то маленькая. Значит, сначала есть кремниевая подложка, потом СО2. СО2 это просто нарощенный? Это просто нарощенный. Его там наращивают специально сколько-то, для того, чтобы просто был лучше оптический контраст. После этого, скажем, прослойка из нитрида бора, ну не знаю, там 10, 20, 100 нанометров, потом мы на слое, потом еще прослойка нитрида бора. Просто насколько это плоская? Если это вот такая, то Луфи, естественно, появится. Значит, хорошего ответа у меня на вопрос нет. Я не видел, мне кажется, довольно сложно посмотреть. Это сложно. Значит, они все-таки говорят так, что если он закрыт нитридом бора, то поверхность более-менее плоская. Вот таких риплов, неустойчивости двумерного кристалла, ну не должно возникать. Но другое дело, что... Вот, смотри. Сделали ли они эксперимент в разных образцах? Ну, делали, конечно, в виде. Здесь много точек. Это все делается на разных образцах, на разных чешуях, в одном образце, на многих точках. Часто просто они брали такую сетку на этом образце и сканировали здесь, потом смещались там, не знаю, на 5 микрон, сканировали здесь и так далее. То есть это все делается. Поэтому довольно большая статистика. Значит, по крайней мере, я хочу сделать такое утверждение, что экспериментальные данные не противоречат тому, что есть какие-то ловушки, в которых эксетоны погибают. И тогда время жизни эксетона, оно определяется просто диффузией на вот эти вот ловушки. Конкретная физическая причина этих ловушек, вот лужи электронов или что-то другое, это уже спекуляция. Михаил Михайлович, а почему это включается, когда вы заключаете... Нет, это есть и в тех образцах тоже. Почему? Ну, а такое увеличение? А просто коэффициент диффузии у вас больше, чем на порядок возрастает, поэтому время жизни... А, то есть становится таким хорошим, что из-за этого... Просто у вас после этого, там за 20-30-40 пекосекунд, успевает добежать до ловушки. А в плакетах образцах коэффициент диффузии был на порядок меньше, и он добегал по ловушке за 400 пекосекунд. Ага. Михаил Михайлович, но тогда из этих соображений можно оценить зрение расстояния между ловушками. Можно оценить зрение расстояния. Которые тогда одинаковые там и там. Ну, более-менее, да. Более-менее, да. Более-менее, да. Но в этом смысле, как бы, что делает закрывание нитритов бора, поскольку это же не эпитаксия, это не то, что происходит все там вообще на вакууме, и все, это где-то все равно там попадает воздух, где-то какие-то примеси от сорбата все равно успевают сесть. Частично он улучшается, линия сужается, но все равно может поворачиваться. Поэтому, еще раз, природу ловушек я обсуждать не хочу. Я считаю, что, скорее всего, эксперимент и простое моделирование показывает, что время жизни экситона в этих системах доминируется нерадиационным каналом и, скорее всего, просто диффузией к ловушкам. Ну все, теперь я пошел к некоторым разгадкам. Сейчас мы будем говорить про нелинейную диффузию экситонов, и я буду объяснять сначала рост коэффициента диффузии, а потом спад клоу. Ну и рост последующий. Я уже второй раз упираюсь в то, что может быть не хватает на одной картинке. Сейчас я попробую вернуться назад, может быть, это все-таки где-то был график. Нет. Хорошо. Значит, мы двинемся вперед, я сейчас скажу тогда идею, а потом дам ее в основании с точки зрения эксперимента. Идея такая, что увеличение коэффициента диффузии не есть реальное увеличение настоящего коэффициента диффузии. Экситоны начинают с увеличения концентрации распространяться быстрее. Значит, в игру вступает эффект АЖ, эффект гемолекулярной рекомбинации экситонов, который сначала теория. Покажу уравнение и помашу руками, потом я покажу сравнение с экспериментом. Который, значит, просто добавляется таким образом коэффициент диффузии. И что он делает? Если у вас было гауссовое распределение экситонов, то там, где экситонов больше, там, где концентрация большая, там, значит, рекомбинация идет более эффективно. На периферии рекомбинация идет менее эффективно. Поэтому распределение экситонов становится более плоским. А почему? Еще раз. Вот это я покажу. И это я покажу. У меня есть такая экспериментальная картинка. Нет, это я помню, да. А почему? Потому что здесь концентрация больше, значит, здесь идет быстрее комбинация. Аж-процесс идет быстрее. Два экситона, два экситона могут здесь... Извините, я плохо. Аж-процесс. Два экситона здесь сталкиваются и взаимодействуют более эффективно, чем на периферии. Поэтому с ростом концентрации у вас распределение становится более плоским. Это показывает расчет и... Аж-процесс имеется в виду, что два экситона... Два экситона бимолекулярная рекомбинация экситонов. Сейчас я покажу. Два экситона сталкиваются. После этого один из них безуслучательно погибает, а энергию отдает второму экситону. Причем... Причем, значит, либо это просто электрон-дывочная пара, которая улетает в состоянии непрерывного спектра, либо, что мы с Леонидом Голубом проанализировали, конкретно для этих материалов возможен еще такой процесс с участием более высокой зоны проводимости и на той почти резонансный процесс АЖ, когда две пары декомбинируют так, что этот ушел сюда или на этот ушел в более высокую зону. И вот по энергетическим соображениям, ну, здесь кажется, что дефицит энергии не такой большой, и это, конечно, зависит от того, инкапсулирован образец или не инкапсулирован, потому что зазоры сдвигаются от экранировки. Значит, что вообще с ним происходит? Но, в принципе, такой процесс тоже может иметь место. Значит, что происходит? У вас распределение некстона становится более плоским, если либо вы его подгоняете не очень задумываясь Гауссом, либо вы меряете его ширину на полу высоте, эффективно оно становится шире. Поэтому вот это такое эффективное и наблюдательное эфициент диффузии растет. Значит, в принципе, если вы подставите уравнение диффузии просто в качестве такой пробной функции, пробного решения Гаусс, который становится по диффузионному распространению, и попробуйте подобрать коэффициент диффузии, чтобы уравнение выполнилось лучше всего, вы увидите, что у вас коэффициент диффузии это и есть исходный коэффициент диффузии плюс добавка, которая содержит коэффициент ажерикоординации, концентрацию экситонов и размер 15. Можно это проще сказать, что у вас просаживается максимум и из-за этого кажется, что края могут и можно смоделировать, можно просто моделировать форму этих распределений, можно вот, значит, эти кривые две, они построены без подгоночных параметров, потому что коэффициент ажерикомбинации можно извлечь из кинетики люминесценции. Значит, подгоняя кинетику люминесценции можно найти коэффициент ажерикоординации, а не экспоненциальная, я сейчас покажу на следующем слайде. А после этого вы можете увидеть, описать рост. Этот процесс, как правильно Алексей замечает, конечно, не может описать никакое появление гало, потому что диффузия хочет выравнивать концентрацию максимум, что будет эта ступень. Но запомните, аж важно. Если вы берете образцы, да, ну этот, например, подтверждается следующим, это не, просто для, вы берете образцы вот, без инкапсуляции, вы изучаете полную интенсивность люминесценции в зависимости от накачки, ну и вот, она такая сублинейная, выходит на закон с квадратным корнем, вы получаете коэффициент ажер. Вы можете измерить и временную кинетику, у меня просто этой картинки с собой нету, это то же самое, все это делалось, проверялось, те же самые значения. Значит, вы берете инкапсулированные образцы, и что-то меняется, то ли, примеси помогают процессу ажер, то ли, вот этот вот резонанс зон сдвигается, коэффициент ажер рекомбинации примерно на порядок падает. Видно, что это зависимость почти линейная, я показал, что очень вяло время рекомбинации падает, и вот это видно, если я те же самые экспериментальные точки перестрою в другом масштабе, специально после низкоразмерного семинара я попросил экспериментаторов перепроверить, нет ли здесь маклежа, но вот вся область низких концентраций, где один коэффициент диффузии был больше, чем другой, и было падение, это все вот здесь, это все нормально, нормально, полностью. А вот большие, там где работает эффект ажер, в неинкапсулированных образцах, вот резкий рост наблюдаемого коэффициента диффузии, в инкапсулированных образцах этот рост в 200 раз меньше, и это коррелирует с изменением коэффициента ажер. То есть здесь нам кажется, что мы вот эту часть картины мира понимаем. С ростом интенсивности накачки включается ажер, комбинация эксетонов, эксетон-эксетонная аннигиляция. Она видна и просто в фото-люминисценции с временным разрешением или в насыщении люминисценции, но и в процессе диффузии. А в бассейн-гарьевых структурах? В бассейн-гарьевых структурах конкретно такое, видимо, не наблюдается, по разным причинам, просто потому что диффузию эксетонов сложно наблюдать. Но! Мы готовы к вашему вопросу были? Наблюдается. Нет, хорошо. Давайте со всеми оговорками. Я вот поставил ссылку, галлия. Нам не интересно, что здесь галлия. Запись мидия. В то время, когда люди искали позаконденсацию эксетона и сверхтекучесть, было много работ, и я потом про них еще чуть-чуть поговорю дальше. И в частности, искали сверхтекучесть, а как ее ищут? Изучают диффузию и смотрят, как коэффициент диффузии вдруг становится резко больше. Не надо сказать, что там в этих работах в частности упоминалось, что есть тот же процесс, и этот тот же процесс приводит к увеличению коэффициента диффузии. Может быть, не было такой аналитической теории, потому что тогда люди понимали физику лучше и не могли бы ничего делать. Значит, по этому принципу в других системах это есть. Более того, есть сейчас независимое подтверждение. Был приплинт недавний другой группы, где они увидели на аналогичных вопросцах тот же самый эффект, то, что коэффициент диффузии растет, но и тоже у них это увязывается в нашей модели с коэффициентом. Сажер коэффициентом. Они верят от того... то, что этот процесс тогда бы в семье с Галей был бы гораздо более эффективен. Нет? Не знаю. Боюсь сказать. Просто честно, боюсь сказать. Вот числа такие, в неапсулированных образцах феоффициента АЖ это, скажем, 0,4 см в квадрате в секунду, а в антапсулированных 0,01. Я просто не знаю. О же рекомендации в семье с Галей я не занимался. И не знаю. В этих монослоях, эти вот числа, они вот примерно такие, разные группы сообщают. Большой расспрос, естественно. Но, значит, тем не менее, эти вот полярки причинного такой важны. Слушай, а вот даже без всякого АЖ. Есть, значит, тексидоанцитронные рассеяния, которые тоже квадратичны в концентрации, там, где их больше, они сильнее рассеянные. Даже если они не исчезают из системы, но они там куда-то... Да, вы на кочабле, конечно, появляется потенциальный такой горб. И, значит, конечно, этот горб должен расталкивать тексидонами. Значит, можно делать оценки некоторые. Просто взять эту концентрацию, взять константу взаимодействия, которую, например, посчитал, там, Ваня Шилык с Ванником Шахмазаляном. Значит, можно даже не брать их расчет, а взять так, совсем другую оценку, которыми мы пользовались. И получается, что эти, значит, потенциальный горб, который вы хотите создать, он, скажем, должен быть, там, 25 меф, но вы хорошо, если получаете полнэвл. То есть это, ну, некоторая особенность этих систем, ксидоны маленькие, взаимодействуют не очень сильно. Вот АЖ-процесс есть, и мы его видим, и вроде, значит, наиграть на взаимодействии иксидонов пока не получается. Собственно, второе указание, это вы знаете, хорошо, и вы в этих работах же участвуете, вот с Кристианом Шнайдером, когда ищут конденсацию, то им всегда нужна обычная яма, чтобы взаимодействие сделать посильнее, чтобы иксидоны были. А в биоксидонах? Есть. Просто, ну, не хочу сейчас тратить много времени. Есть биоксидоны, значит, там, с энергией связи порядка, там, 40 меф. А трионы? Трионы есть. Трионы я вам покажу. Алексей, вы хотите трионы, я вам трионы покажу. Ну, у меня, поскольку доклад был не про то, вот здесь вот две такие особенности, вот это вот трионы. У них сила осциллятора меньше, значит, а тонкая структура связана с тем, что есть там долины и спиновые подзоны. Тоже мы все хорошо знаем. Теперь, вот это будет в большей степени спекуляция, то зато я готов отвечать, давать зуб, значит, а за это я уже зуб в меньшей степени готов давать, хотя, значит, как бы вот обмана с числами нету. Я показывал, что в инкапсулированных образцах есть спад коэффициента диффузии при маленьких концентрациях. Более того, у нас есть коллеги, с которыми тоже сотрудничают экспериментаторы, теоретики такие в большей степени расчетного характера, это группа Эрмина Малича из Чангерса, из Швеции, из Швеции, и они решают кинетическое уравнение полное, которое учитывают всю зонную структуру, все фанонные моды, все что угодно, они могут оценить коэффициенты диффузии. И, в принципе, в согласии с простыми оценками получается следующее. Для экситонов, для комнатной температуры коэффициент диффузии должен быть где-то на уровне сантиметра квадрата в секунду. Может быть, двух-трех. Значит, если посчитать независимые коэффициенты диффузии для электронов и для дырок, не связанных в экситон, эти коэффициенты диффузии оказываются заметно больше, порядка десятки. Не хочу сейчас обсуждать детали, это вопрос игры в массу, это вопрос игры в параметры, где складываются, где вычитаются взаимодействия с какими фанонами, но вот тем не менее. И, в принципе, когда экспериментаторы мне начали эти числа куда-то тыкать, а я начал говорить, что непонятно что, в принципе, видно, вот примерно на десятке эксцент диффузии примерно до нескольких единиц падает. Выглядит все так, что как будто при низкой мощности накачки есть плазма, а при высокой мощности накачки есть экситон. Кажется, что это противоречит вообще всему, чему только можно, но если чуть-чуть подумать, и сейчас мы все пройдем, что это очень логично. Значит, начнем с ситуации, когда у вас есть просто один экситон на весь образец. Этот экситон никогда не будет стабильным, он будет диссоцировать, потому что плотность свободных состояний для электронной энергии огромная. И это есть энергия связи 200 мФ. И при комнатной, ну, один экситон всегда будет нестабилен, один атом водорода во всей Вселенной никогда не будет стабилен, он всегда будет донизован. За счет энтропийной ионизации. Вы резко увеличиваете, переходя в непрерывный спектр, вы резко увеличиваете энтропию систем. Закон действия МАСК. Конечно, закон действия МАСК или формула Саха. Значит, и в принципе можно просто написать ионизационное равновесие между экситонами и электронной дырочной плазмой. Можно это сделать с учетом, опять же, всех этих долин. Вот мы это проделали, я все эти уравнения написал и решил. Можно, значит, их преобразовать в виду к обычной формуле Саха, которая вот описывает перераспределение между связанными состояниями свободными в условиях тромандинамического равновесия. Значит, если взять, не брать подгоночных параметров, то есть взять ту энергию связи, которую так примерно дает расчет, значит, и те массы, которые так примерно известны, это вот пунктированная клевая. Значит, если чуть-чуть подыграть... Это игра просто на том, что огромная плотность состояния свободных электронных дырок... Но это очень мало экситонов. Десять-восьмой экситонов, это я там не знаю, это вообще одна там сотая экситона на импульс может быть, там одна десятая экситона на импульс. И когда он весь рожден рождается, он диссоцирует сразу. Конечно, когда экситон рождается больше, но, значит, вероятность диссоциации уменьшается, потому что, значит, все-таки уже экситонов как бы много, и он располагается, он сразу может связаться. Это хороший и правильный вопрос. Есть, опять же, оценки, которые от наших коллег идут, что, значит, при комнатной температуре примерно за 5 пегасекунд устанавливается более или менее больше к новому распределению просто за счет испускания фанонов. И дальше система адресик. И дальше система в 10 пегасекунд примерно живет равновесно. Со всякими оковорками, что, конечно, те состояния, которые излучают, они оттуда устрашаются сильнее, значит, немножко на превалившись нарушается, и так далее. Алексей, конечно. Дело в том, что если я буду говорить так, что любую неравновесную систему если описывать как равновесную но с большей температурой, то я эту кривую могу дать еще выше. Это мне не жалко. Я просто хочу сказать, что есть другой процесс, который этот сценарий к этому сценарию ставит вопросы. И это может быть то, почему я пытался как-то намекать на лужу электронов. Мы знаем, что структура допирована, лидирована. Наличие электронов, конечно, приводит к тому, что инвестиционная равновесие обратно сдвинется в сторону экситона. Потому что, если экситон распался, то дырка теперь может найти какой-то резидентный электрон и снова с ним связаться. Даже если сам трион нестабилен. Даже если там энергосвязи триона, скажем, 20 мэф, уже при комнатной температуре он не очень стабилен, поэтому про него можно и не думать. И, в принципе, если вы начнете повышать концентрацию электронов, то доля экситонов значит, она очень быстро выходит на единицу. Если поэтому взять ту значку концентрацию электронов, скажем, 10 в десяторе, которые экспериментаторы не исключают, то эта зависимость станет безумно плоской и, конечно, эксперимент не опишет. Поэтому, либо мы здесь что-то не понимаем более глобально, и, может быть, это инвестиционная равновесие, это все не работает, либо, это мой сценарий, но я его не очень пытаюсь продавать, что просто эти электроны сидят в лужах, и, возможно, что это именно те самые лужи, которые обеспечивают нерадиационную рекомендацию. Тогда есть части образца, которые более-менее чистые, ну, а есть, значит, какие-то кусочки, где электронов много. В среднем, концентрация электронов довольно большая, но просто за счет этого неоднородного распределения, значит, вот там, где их системы дефунтируют, там, значит, может быть электронов в ген. Ну, еще раз, я хочу подчеркнуть, что это уже последние слова, и, честно говоря, потянуты за уши. Значит, понимаете, чтобы локализовать электронов какую-то лужу, то надо, чтобы потенциальный профиль был. Надо, чтобы был потенциальный профиль достаточно большой. Да, надо. Иван Владимирович, я все, мы хорошо понимаем, что конкретно, значит, к какому-то сценарию там с лужами или без луж могут быть претензии. Так, а эксидоны в эти лужи тоже не уходят? Уходят. В этом смысле, я наставник своим, я в своих заблуждениях устойчиво ставили. Они, конечно, уходят, и эти лужи работают просто как центры безотвечательной рекомбинации к себе. Ну, они уходят, там связываются в трион, я не знаю, умирают уже, и это, может быть, определяет, или это может усиливать ажи процесс, но это, по крайней мере, может давать вот ту корреляцию между обратным временем жизни и в центре диффузии, которую мы видим. А что естественно про гранат? Как цены отмерить? Ну, значит, он больше, чем длина свободного пробега, значит, просто из модельных оценок таких, что иначе нам не получить, что диффузия имендирует время жизни, но конкретно ничего. Это вопрос для того, чтобы обсуждать дальше. Значит, на что я хочу обратить внимание, просто на всякий случай, что если более-менее верить вот этим генетическим расчетам, вот в это число я более-менее верю, я могу его получить из разных соображений, я покажу потом, через пять минут. В это число я верю. Ну, значит, это число больше. Значит, что даже если энергия связи экситона большая, но температура комнатная, то в принципе может быть такой режим, когда работает плазма, когда плазма диффундирует, несмотря на большую энергию связи экситона. Понимаю? По крайней мере, можно думать, что теперь давайте сделаем заведомо чистый образец, уберем оттуда каким-то образом электроны, не знаю, там электронами, например, и попробуем это проверить. Коллеги пытаются это сделать, это просто значит... Так, масса электронного дырок в этом образце... Ну, они близки, там много долин есть, это все нужно учитывать. Ну, я просто не хочу сейчас вязать эти подробности. Много долин с разными массами, значит, здесь где-то тяжелее, там они порядка массы свободного электрона, где-то легче порядка, там, половины массы свободного электрона. Значит вот, при построении вот этих вот кривых это мы делали все честно, это мы все учитывали. И коллеги при расчете к акцентре диффузии тоже это делали честно. Но для простых акценток мы можем взять какие-то характерные массы, там масса эксетона масса свободного электрона, масса электрона это полмассы свободного электрона, какую-то характерную энергию связи и получить примерно то же самое. Все, теперь, значит, я хочу ответить про появление вот этого самого уголовника. Какая красивая картинка. Ну вот, значит, причем этот эффект наблюдается надежно в образцах без нитрида бора. Вот если обычно нитрит бора что-то делает жизнь более интересной, то в образцах с нитритом бора этот эффект не наблюдается. И как, значит, наши коллеги-экспериментаторы говорили, значит, давайте мы напишем такую, значит, статью с таким заголовком, значит, что нитрит бора против голой или что-нибудь такое. Но мы все-таки такого не дошли, а вот в образцах, которые неважно, они просто свободно висящие, то есть он как мембрана висит над дырочкой, либо просто вот на силу 2 с кремнием, то есть незакрытые нитритом бора, вы увеличиваете мощность накачки, и вот вы видите, вместо более-менее гаусса у вас распределение делится. Но вот такое, если, значит, снять зависимость как бы и по второй координате, вы увидите, что это такой кружок более-менее будет. И ясно следующее. Вот это вот, что точно ясно, что этот эффект связан с разогревом экситонов, с разогревом как бы всей системы. У вас в этом режиме очень сильная ажерекомбинация. На каждый экситон примерно выделяется энергия при ажерекомбинации, это один электрон вольт. Ну, даже больше. Просто энергия самого экситона. Значит, и эта, где-то энергия, она в системе остается. Перегреваются и электроны, и перегревается за счет энергетической релаксации, локально перегревается решетка, появляются нервноместные фоноты. Дальше есть более-менее три сценария. Один сценарий такой, что просто за счет локального разогрева у вас ускоряется ажерекомбинация. Это то, что, фактически, по мне кажется, предложил Алексей сейчас. Значит, и просто в этом месте, где температура эффективна больше, просто темп ажер больше, и поэтому он выедает в середину. Эти кситоны там умирают быстрее. Не потому, что они куда-то быстрее бегут, не потому, что они действуют в какие-нибудь силы, а просто потому, что они там живут очень коротко. И, в принципе, вот в нашей первой статье мы этот сценарий, как возможный сценарий со всеми оговорками, мы его рассмотрели, и, в принципе, по числам это возможно. Вопрос в том, насколько, значит, коэффициент ажерекомбинации меняется, там, с изменением температуры на перегрев, вы можете получить там на 300 на 400 кгггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг Аккуратно управляю. Сейчас, вот еще раз, на какую локальную вариацию температуры решетки? Локальная вариация температуры решетки может быть, там, не знаю, 500 керминов. Такая огромная. Не температура решетки, Алексей, не температура решетки. Аккуратно. Температура эксетонов. То, насколько они отдадут от решетки или не отдадут от решетки, это другой вопрос. А вот, да, решеточная, потому что ведь ширина запрещенной зоны зависит от температуры, помимо всего прочего. Если у вас сильно изменится температура решетки, там яма образуется. Да, да. Это все... Это все туда свалится. Это все тоже обсуждалось. Но вот есть такой один сценарий, он совсем дубовый. Потому что просто коэффициент АЖ начинает расти с температуры, и разогрев эксетонов приводит к тому, что они умирались. Ну да, казалось бы, это экспериментально. В принципе, это можно проверить. Но это мотивировало нас на дальнейшие какие-то теоретические изыскания, уже, может быть, конкретно не связанные с этим экспериментом, но то, что может быть еще. И то, что, вот, меня интересовал случай, как раз, наоборот, более низких температур. И ситуация простая, что у вас перегреваются эксетоны, а дальше эти эксетоны либо сами за счет эффекта Землика начинают расталкиваться, либо за счет того, что они сбрасывают энергию сначала оптфаноном, которые никуда не бегут, а потом оптические фаноны за счетом гармонизма решетки преобразуются в акустические, и начинают разбегаться, и начинают увлекать эксетоны. Я не хочу сейчас остановиться на всех этих подробностях математических. Анализ показывает, что в разных режимах вы можете получить тоже появление такого головы, такой, значит, штучки. Либо за счет условно фанонного ветра, просто за счет того, что из этого горячего пятна акустические фаноны начинают разбегаться. Тут такой интересный факт, на него, на самом деле, обратил внимание Келдыш, когда изучал одну личную задачу для объемных полупропотников. Значит, у вас вот есть пятно, из него бегут фаноны. Пусть эти фаноны никуда не умирают. Тогда количество фанонов, которые пересекнут через любую такую окружность, оно одинаковое. Если я увеличиваю радиус окружности, то как бы плотность импульса, которую они несут, она падает как единица на расстояние. Поэтому такое горячее пятно работает как будто бы кулоновский центр с потенциалом единицы на R. Оказывается, в трехмерии, значит, с силой 1 на R. В трехмерии у вас была бы сила была бы единица на R квадрат. Почему это отталкивание? Это отталкивание, потому что у вас просто это бегут фаноны. Они просто толкают к стену. Это просто эффект увлечения. Придается импульс. Да, придается импульс. Может быть ситуация такая, менее изыскранная, когда у вас фаноны пытаются между собой уже травмализоваться, и просто формируется какая-то неравноместная, условно-решёточная температура, или неравноместная температура вот этих фанонных мод. Ну и тогда у вас немножко другой закон расширения этого пятна. Но, тем не менее, тоже, в принципе, может такое удало получить. На периферии больше экситонов, чем на краях. Значит... Первый, нам очень понятен. Да, но второй сценарий говорит так сказать, что у вас произошёл локальный разогрев, причём неважно, на самом деле, разогрелась у вас решётка, или просто разогрелись экситоны. И дальше можно сказать так, неважно, что горячее, если у вас есть градиент температуры, у вас возникает ток, пропорционально этому градиенту температура. Вот знак тоже интересен. А, знак тоже понятно какой. Температура самая большая в центре, на периферии она меньше, поэтому поток будет от центра к периферии. Как в эффекте Зейбека, конечно. И всё равно, можно говорить только, что фаноны уносят импульс, можно как в эффекте Зейбека, я не знаю, это всё одно и то же. И опять же, значит, я тут... Может, я забыл поставить ссылку. Значит, это вот моя работа, где в основном изложены фанонные эффекты, значит, про эффект Зейбека только упоминается, что более-менее я дитилен. И была ещё работа, вышедшая примерно в то же время, наших шведских коллег, которые, наоборот, проиграли сценарий с эффектом Зейбека. И, значит, вот по оценкам, может так оказаться, что вот такие вот эффекты, они тем не менее важны. По крайней мере, при гребле Экситон. Поэтому появление этого ГАЛО уже точно связано с тем, что система разогревается, и, скорее всего, связано с тем, что появляются какие-то градиенты температуры, либо Экситонные или решёточные, которые расталкивают Экситоны. Миша, ну вот, если говорить про Экситонную температуру, гигантские на сотни градусов, то они выйдут из светового конуса? Они и так выходят всех. Большинство Экситонов уже при комнатной температуре выходят вне светового конуса. То, что вы видите, это вы видите те Экситоны, которые изредка попадают в световой конус и высвечиваются. Собственно, поэтому время жизни это не радиационное время жизни, а длинное. Вот, может быть, это и происходит? То есть, полная Экситонная плотность у вас не испытывает какого-то провала в центре, а просто меньше Экситонов в световом комнате? Ну, это тоже мы проверяли. Значит, как-то по чистому совершенно не проходит. Спасибо, это тоже было хорошее такое. Ну, что-то вы на всё говорите, по чистому. Ну, нет, Алексей, ну, правильно. Я, ну, потому что всё-таки это было сделано довольно большая работа. Это значит, мы, там, не знаю, полтора года возились в центре. Нет, вы знаете, какой-то качественный обмен. Ну, почему? Почему вы считаете, что Экситонов тут вообще всех, всех Экситонов мало в этом центре? Я понимаю, с этим увлечением, конечно, должно быть увлечение. Я тогда ещё раз задайте, пожалуйста, Алексей, задайте тогда вопрос, просто чтобы понять, что означает, что... Я переформулирую фантазию, что Алексей, по правой картине. Если у вас перегрев в центре, то средняя кинетическая энергия Экситонов больше за счёт перегрева. И в световом конусе их становится меньше. Я понимаю, да. И за это вот, собственно... Конечно. Ну, значит, тогда, например, можно чего было бы ожидать? Что, в конце концов, всё оплодится, и снова там появится люминесценция Экситонов. Со временем. Со временем, да. То есть кинетика... Ну, тогда, значит, наверное, здесь что-то должно вылезать. Так не очень похоже. Значит... Какого-нибудь, так, сходу качественного аргумента, или, значит, почему мы... Почему... Как-то легко это объяснить на пальцах, почему вот конкретно этот сценарий не работает. Я думаю, что я не смогу, значит, без оценок. Значит, оценки, но они довольно простые. Значит, мы знаем то время жизни, которое есть в эксперименте, просто, значит, по кинетике люминесценции. Мы действительно знаем разогрев Экситонов, и мы знаем, насколько меняется функция распределения. Значит, ну, вообще, если так совсем по-простому говорить, ну, хорошо, я разогрел это там два в три раза. Ну, значит, если в самой простой модели, значит, два в три раза я должен что-то там в центре просадить. Верхние картинки это и показывают. Обратите внимание, кинетика люминесценции в верхней картинке с ростом температуры становится короче, короче и короче. Конечно, потому что работает эффект Ожель, который всю эту кинетику описывает количественно. Да, потому что в результате не исчезает, значит... Нет, потому что действительно проделает большая работа. Я понимаю, что я рассказываю еще раз. Тем не менее, мы имеем право... Имеете право, да. И вот я еще хочу задать вопрос. Смотрите, вот такую динамику, если формально подходить, мы можем ее описывать дрифт диффузионным уравнениям? Если мы добавим дрифт из центра... Ну, чисто графически. Вот, пожалуйста, вот. Конечно, все написано. Конечно. Ну, так вот этот дрифт, да. То есть, вот этот ваш эффект повлечения... Конечно, конечно, конечно. Вот, смотрите, вот. Все написано. Поток окситонов. Есть диффузионный поток. В центре фузийный ингредиент концентрации окситонов. И дрейфовый поток, который есть временной обычной релаксации окситонов, поделивный в темную массу и на силу. Сила содержит два вклада. Сила содержит вклад, связанный с фанонами и связанный с разогревом окситонов, тепловым дрейфом и дисплектом зейтника, как угодно. Теперь, значит, оценка может быть очень простая. Вы хотите расстолкнуть окситон, например, на микроб. Значит, при комнатной температуре это должно соответствовать... Ну, и при тех временах жизни, которые есть, это соответствует... Я сейчас боюсь за двойку сказать. Это тоже соответствует примерно 20 или 50 мевам, насколько вам нужно поднять их энергию. Значит, за счет чего вы это сделали? Ну, может быть, 100 мм. За счет чего вы это сделали? За счет того, что вы перегрели их в два раза выше, чем комнатная температура, сами экситоны, или за счет того, что вы перегрели решетку? Ну, это, может быть, уже более тонкий вопрос. Я, возможно, как раз, наоборот, даже стою на точке зрения, что эффект зейбика, скорее всего, при комнатной температуре более важен. Эффект разогрева локального решетки был бы виден экспериментально, сильнее бы поехала экситонная лимия. Значит, вопрос про время жизни, он, конечно, хороший и правильный, я еще раз подчеркиваю. Но, значит, если вы дали перегревать решетку, ну, в два раза, значит, в два раза должна упасть интенсивность в церкви. Она падает в эксперименте, значит, она сильнее. Значит, ну, все остальное требует уже либо бумажки с ручкой, либо, значит, каких-то численных расчеток, которые просто не показывают не потому, что их нет, а потому, что... Да, а вы просто ставили право положение линии. Так, а вот аспекты же они по собственному решению мерили? То есть, там, если бы они двигаются куда-то? Ну, мало двигаются. Они и так говорят, они говорят аккуратно. Значит, линия широкая, при комнатной температуре ширина линии, скажем, там, в этих образцах 50 миль или трон вольт. Это отдельный еще вопрос, с чем она связана? В основном это рассеяние на фономах. Значит, вот изменений таких, чтобы она сдвинулась там на свою полуширину или на свою ширину, они не видят. Они бы это заметили просто там, значит, где-нибудь сигнал куда-то. Значит, при комнате видно плохо, можно сказать, что ничего не видно. При низких температурах видно. Я не показываю специально никаких данных при низких температурах, потому что я не хочу сейчас за них отвечать. Значит, это все еще не опубликовано и не готово, и коллеги, значит, над ними работают, и мы над ними работаем. Быстро не будет. Если еще вы мне дадите 3 минуты, я просто сделаю анонс того, что можно было бы в этих системах ожидать при низких температурах. И я, может быть, два слова скажу про коэффициенты диффузии, насколько они реалистичны или нет. И, значит, мы все то ли замерзнем, то ли перегреемся. Значит, вот первое. Такое замечание общего характера. Значит, мы когда говорили про экситроны, которые вроде двигались там с чем-то, сталкивались свободно, мы, конечно, имеем в виду выполнение вот такого условия. Это кинетическая энергия электронов, температура экситона, много больше, чем столкновительное уширение уровня. Вот здесь тауэ, это время выпускной колоксации, время столкновения. Вот такой критерий должен быть выполнен. Если ни о чем не думать, и этот критерий поставить просто в определение коэффициента диффузии в глумере, то мы получим, что коэффициент диффузии должен быть много больше, чем такая вот универсальная величина. Постоянная планка поделить на массу экситона. Значит, масса экситона, мы хорошо знаем, что масса экситона и масса сводного электрона в лужбе единиц к измерению равна постоянной планке, поэтому ответ единица, один сантиметр квадратик в секунду. Вот это вот коэффициент диффузии. Значит, если вы измеряете что-то меньше этого коэффициента диффузии, это означает, что вот такое описание системы на языке кинетического уровня не работает. Экситоны как квази-частицы плохо определены. Либо локализация, либо какие-то полиронные эффекты и так далее. Если вы что-то измеряете больше там или много, больше, это хорошо. Эксперимент, во-первых, эксперимент дает какие-то такие числа. Но я говорил, в незакрытых образцах на самом деле меньше. В незакрытых образцах примерно треть от этой величины. А в закрытых образцах ну вот единица. Может быть десятка для плазмы. Значит, если я возьму... и это не загадка. Это число, значит, почему такие экспериментальные числа. Ну действительно, если я возьму даже рассение просто на акустических фанонах, значит, самых обычных, продольных, деформ-потенциал, простая формула, значит, коэффициент диффузии не будет зависеть от температуры и будет даваться вот опять же этой величины. Так складываются параметры. Конкретно в двумерных материалах взаимодействие с фанонами сильное. Если возьмете оценку для рассеяния декалия, вы получите здесь в десять раз больше уж, по крайней мере. То есть, ну, деклантливый ям, потом вылетит в сто раз больше. Значит, при рассеянии на акустических фанонах в зависимости от температуры нет. Один раз коэффициент диффузии входит в температуру просто кинетической энергии, а само время рассеяния на фанонах обратно по профессиональной температуре. Температура сокращена. Поэтому могут быть важны эффекты, по крайней мере при относительно низких температурах, когда они вступили в роль оптические фаноны или фаноны, которые соответствуют краям зоны бриллиана. Могут быть эффекты типа слабой локализации, эффекты, которые мы, в принципе, любим изучать теоретически. Когда есть эксетон, он идёт из одной точки в другую, и где-то проходит через петлю, на которой он интерферирует. Интерференция на таких замкнутых траекториях, она всегда, если нет неукругих процессов, она всегда конструктивна. Вы можете пройти петель против часовой стрелок или под часовой стрелок, и набег фаза будет одинаковым. Это предвестник Андерсоновской локализации. Эксетон будет задерживаться на этой петле. Это предвестник сильной локализации. То есть у вас есть беспорядок. В принципе, в этом мире вы знаете, что все состояния должны быть локализованы. Если вы действительно возьмете и посчитаете все такие петли, вы получите какое-то несуразное выражение коэффициента диффузии, это понятно, почему это происходит. В реальности, конечно, фаза сбивается. У нас есть рассеяние на ханонах, поэтому это как будто рассеяние в таком движущемся беспорядке. Либо, можно сказать, что просто есть какие-то медленные процессы энергетической релоксации, и фаза волновой функции сбивается. И вкладывая на этих петель, он содержит вот такой логарифм, времени сбоя фазы в температуре. Теперь уже совсем без деталей. Теперь уже совсем без деталей. Значит, особенность растений на акустических панонах заключается в том, что с ростом температуры отношение времени сбоя фазы к времени релоксации растет. Медленно, но растет. Но это можно получить с простых некоторых размерных оценок. Я не хочу сейчас на них останавливаться. И вот то, что показывают расчеты. Значит, это просто времена релоксации, которые есть. Здесь температура. Вот то, что серым показано, там включаются опт фанона, я туда лезть не хочу. Значит, время энергетической релоксации длинное. Это просто время спонтанного испускания фанона. Ну, оно какое-то там, скажем, порядка 10 пекосекунд. Время импульсной релоксации, вот оно зелененькое. Время фазовой релоксации подлиннее. Вот коэффициент диффузии, который я посчитал классическую его величину. Вот через d квадрат. Вот к нему интерференционная квантовая поправка от петель. Вот суммарный коэффициент диффузии. Он меньше, чем классическая величина, и у него появляется температурная зависимость. Причем, в принципе, с ростом температуры относительная величина этой поправки увеличивается. Потому что время диффузировки, относительно времени импульсной релоксации растет. Конечно, в какой-то момент это все сломается. В какой-то момент включится опт фанон, он сильно неукругий, он будет сбивать фазу сразу же за то же время, за которое сбивается импульсная релоксация. Ну и, значит, при этих же параметрах, вот оценка h поделить на массу, ну это вот где-то здесь. То есть мы все находимся в режиме, когда квантовые эффекты важны. Если вы включаете примеси, там еще похитрее будет, потому что при низких температурах уже есть рассеяние на примесях, которые не дают эти температуры. В общем, что я хочу здесь сказать. Что нужно действительно изучать диффузию экситонов при низких температурах. Это непросто, потому что, если вы смотрите за светлыми экситонами, они за радиационное время не уходят. Нужно либо следить за темными экситонами, либо за фанонными репликами. И это наши коллеги понимают и такие эксперименты делают. И второе, что мы ожидаем, что в таком диапазоне температур, вот скажем так, при температурах от 0 до 50 до 100 кем, квантовые эффекты, эффект слабого экситонного экситона может быть существенным. Он может давать, не знаю, внутри наблюдаемого коэффициента диффузии. Он может там участвовать. Давайте продолжим. В Арсении Дигали, где очень большой коэффициент диффузии. Ну, в Арсении Дигали, вот эта вот величина поправки, она будет примерно такая же. Такая же. Значит, но сам коэффициент диффузии у вас там в 10 раз больше. Да. И кроме того, у вас узенькая только область, в которой все это может температурно проходить, потому что здесь я могу не диссоцировать их в сторону, там, по крайней мере, до сотен кельминов. А в Арсении Дигали я могу привести кельминов даже в планах, как я могу это говорить в словах. Внутри из кельминов. Ну, нет, в принципе, тоже можно. Я не говорю, что в других системах не надо изучать. Просто кажется сейчас, что вот как только экспериментаторы... Но вот что поправка маленькая. Да. Как только экспериментаторы померяют температуру независимых, мне кажется, что они это должны обнаружить. А при такой зонной структуре там капли не будут образовываться? Я не знаю. Я хочу сказать, что были работы. И какая-то была экспериментальная работа про электронно-долючную жидкость, про электронно-долючную жидкость в этих материалах. И была недавняя теоретическая работа из Москвы, насчет таких теоретиков, которые, в принципе, это должны понимать, имеющих отношение к Келдешу, Ратникову или Силена. В принципе, что-то, наверное, может быть. До конца не ясно. Я бы так сказал. То, что я слышал, в принципе, какие-то измерения диффузии были при низких температурах, нельзя сказать, что их вообще не было. Было несколько работ опубликовано в этих материалах, но больших чудес не было. Цель диффузии больше, чем при комнатной температуре, это ожидаемо. Есть детали, потому что детально это не было исследовано. Там, например, были измерения, сделанные в стационарном режиме, когда вы не очень хорошо контролируете время жизни. То есть вы видите диффузионную длину, вы не знаете, с чем она связана. В общем, что-то такого, что нужно перестать думать про экситоны как про экситоны, пока такого не было. Ну все, я на этом закончил. Спасибо большое. В принципе, была работа Арсеева и Зюбенко. 98-го года. Которая говорит, что если проложить магнитное поле побольше, то, конечно, за счет того, что электронная длина находится не совсем в одной точке, через орбиту экситонную будет поток магнитного поля. И, в принципе, тот же эффект диффузировки, добавление некоторой конструкции, которая зависит от магнитного поля, такой эффект должен быть. Мне кажется, что это безумно слабо. И, по крайней мере, небо этих материалов, где по-русски радиусы очень мало. Какой-нибудь патологическом фазе экситонистской обращении? Нет, можно пытаться над этим, думаем тоже, действительно делать, ну как бы, псевдомогнитные поля за счет, скажем, неоднородных деформаций. Значит, насколько все это реалистично сделать для эксперимента для какого-то, я не знаю. С точки зрения теории, если вы напишете какое-то искусственное такое магнитное поле, просто неоднородный скрейм в образце, то, конечно, вы получите какой-то эффект. Так, но магнитное поле должно очень сильно подавить и будет свободно относить. Это верно, да. Конечно, было бы неплохо, чтобы были бы эксперименты, например, с магнитным полем в том числе. Конечно. Если нет, давайте поблагодарим докладчику. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.